Загородный дом от родителей моего мужа. В этом доме умерло три поколения женщин и мать мужа. Вопрос о том, можно ли, нужно ли проводить ритуал очищения. Ну да, хорошо было бы провести ритуал очищения помещения. Вообще любое помещение необходимо очищать. Но дело в том, что даже если люди умирают, то в случае, если болезненно умирали, тяжело умирали, мучились очень сильно, то ритуал необходимо проводить. Как вообще можно убрать мучения? В случае, если нельзя этого говорить. Делается это так. Берется кастрюлька такая медная желательно, мангальчик. В этом мангальчике делается костер, ставится он небольшой, такая вот тарелочка. Здесь щепочки зажигаете, так, чтобы ничего не летело и немножко оно горит в какой-нибудь тарелочке. И вот этим огнем ходите и вот так вот этим огнем умываетесь. И также этим огнем мысленно, представляете, будто все в этой квартире вот так умываете. Если так сделать, а делать это необходимо в четверг и в воскресенье, в воскресенье до 7 утра, а в четверг после 6-7 вечера, когда уже темно становится, ну можно вот когда с первыми лучами, то тогда такой обряд может помочь осветить вашу квартиру. В четверг это посвящено более поздним духам, а утренние более ранним духам. То есть утренние это переживания и будущее, а поздние духи это те, кто уже умер и так далее. В четверг поминают тех, кто уже умер, а в воскресенье до утра поминают тех, кто еще жив, но плохо себя чувствует, ну их ментальные идеи по отношению к вам и по отношению к вашей семье. Можно ли так почистить? Можно. Можно обычные методы, о которых я рассказываю. Это обвести, сжечь или выжечь пространство при помощи свечи, читая мантру. Какая мантра у нас там есть для сжигания пространства? Там для освящения ом катеви катероса грасамани соха, а для выжигания ом марамара биманакарама хазавахум, а для увеличения свечения или радости в квартире. Это мантра ом беканзе, это мантра ом руцераманая праватайхум. Такое. Это все даю, что-то даю, что-то не даю, но методы эти есть в моей школе. Проводить ритуал очищения обязательно.